Привет, народ! Привет, Ютуб! Глафира Абрамовна, блатология Имха отменяется пока, потому что у меня тут накопилось много информации, и теперь серия будет называться «Вот так вот не надо!», как той самой песенке. Прежде чем начать повествование, расскажу вам несколько страшных историй. Из собственной жизни, ну, из ближайшего окружения. Моей матушке была коллега, у которой ребенок испытывал проблемы со сном. Это результат энцефалопатии, гидроцепального синдрома и множества всяких неврологических отклонений, которые по-хорошему надо лечить у невролога, у педиатра. Но одна добрая женщина сказала, идите, пожалуйста, вот на рынок, на базар. Нет, не самовар покупать. Купите корень валерьяны, пропейте его, позаваривайте дома, и будет вам счастье. Вообще забудьте, что это такое. Ну, любая мать хочет сделать лучшее для своего ребенка. Коллега пошла на базар, купила у бабушек вот этот корень валерьяны, стала заваривать, дала ребенку. В результате ребенок не проснулся. Вскрытие показало отравление алкалоидами. Не была соблюдена дозировка необходимая для этого возраста, потому что самостоятельное лечение приводит порой к необратимым последствиям. Второй случай. В нулевых годах вдруг стал популярен кавказский морозник. Это ядовитое растение, которое надо принимать в микродозах однократно для того, чтобы решить проблему с кишечником. А именно с трудностями в кишечнике. А почему бы и нет? Не важно, что сказано микродозинг. То есть небольшое количество. Важно то, что наш человек, он иногда знаете уж, если пить так пить, есть так есть. И вот эта дама стала принимать не по одной там дозе, когда надо. Она захотела очень сильно похудеть и стала принимать по чайной ложке. А потом чуть ли уже не по столовой. еще раз подчеркну, что средство ядовитое, лекарственное. Я потом у своей армянской хозяйки спросила. Она говорит, что, это чуть-чуть, если совсем надо. Через полгода обнаружилось, что выхолощен почти весь секрет поджелудочной железы, что привело через еще несколько лет к развитию сахарного диабета второго типа. Весело? Весело. Еще одна веселая история. Все у меня весело в кавычках. Ближайшая родственница бывшая всю кровь моя делала болтовский квас. А именно она настаивала чистотел на сыворотке козьего молока. Хранила там 10 сколько-то дней. Это сок чистотела. надо было там в темном месте для того, чтобы все настоялось, наигралось. И якобы это приведет к очищению желудка, сосудов, всех внутренних органов, вообще универсальные средства для лечения всего. Через 5 или 6 лет приема опять же совершенно абсолютно случайно выяснилось, что вот это самолечение привело к язве желудка. Возможно, где-то это возрастные изменения, но провоцирующим фактором стал конечно же чистотел. Потому что любой нормальный человек понимает, что чистотел это опасное заболевание, опасная трава. Все это к чему? Я смотрю блогерит деревенского масштаба и одна из них вдруг внезапно заинтересовалась траволечением, лечением растений, растениями из частей и поняла, что у нас под ногами чуть ли не целая аптека. Корни одуванчика, цветы яблони, сныти обыкновенные, артишоки игровые и так далее. Все это ничего, но человек стал прям пропагандировать, что давайте пойдем со мной в лес, будем собирать, будем лечиться. Ну и я так поняла, что хочет блогериться, развить на этом деле некий бизнес. Зачем? Это другой пол. Зачем? Когда у нас Россия и современный СССР прекрасная фармацевтическая индустрия, я бы так сказала, до сих пор в любой аптеке за небольшие абсолютно деньги есть не только травы отдельные, но и комплекс трав. Так же, как и лекарства, сделанные на основе экстракта. Так же валерьяна, тут же хофитол на основе расторожей. Все уже придумано до нас. А вот это самостоятельное лечение без рекомендаций врача, хотя вот в последнем видео была такая оговорка, но вы с врачом посоветуйтесь, прежде чем принимать. Так надо было с этого и начинать не два месяца назад, а три месяца назад рассказывать, как замечательно, сколько у нас растений. Давайте в интернете посмотрим, что это такое. Саймите интернет, это средство массовой информации. плюс для того, чтобы заниматься фитотерапией и вообще друзья, вы же помните, что я травница? Чтобы стать травницей, надо не онлайн-курсы проходить, а пойти выучиться на медиках, а именно на фармацевтах, потому потому что это фармацевтика. Там изучаются биохимические составы, органическая химия, неорганическая химия, различные соединения, включая ароматы и так далее. И фармацевт работает не только в аптеке, но и с лекарственной травмой. К тому же если взять нам вообще просто обычную лекарственную траву, она как бы считается чуть ли не универсальной. Но ладно, когда варится варенье из-за дуванчика, когда делаются всякие настойки, настойка например цветов сирени. Я вас уверяю, вот у этой настойки цветов сирени действует не сама сирень, а спиртовой раствор. Спиртовой раствор любой это то же самое, что если вы водку приложите, то саму водка согреет и станет поегче. Якобы цветами сирени намазался и все. У тебя все будет замечательно. Шакир, это жук ползет, не трогай. у него дел полно. Так что прежде чем думать о траволечении, то обязательно надо сначала обследовать свой организм, что какие у вас есть скрытые вообще проблемы. Как бы не привлекательна была фитотерапия, это все-таки опасное занятие. надо надо иметь не только образование водителя трамвая, но и знать очень много о ареале обитания растения, об условиях его выживаемости в тех или иных почвах и климатических данных, о том, в какой период цветения можно собирать, когда нельзя. Это огромный пласт знаний, да, в России это одно из направлений и народной медицины официальной, и если на Западе принято пить пилюли, то у нас может все это больше порошком в виде в Саше, Саше это такие стакетики, которые надо заваривать. Плюс надо еще уметь обрабатывать, не просто разложить цветы яблони и посушить, а сушить в сушильных камерах соблюдением технических условий. Все это не просто, друзья мои, друзья, и не просто это. И нет такой, понимаете ли, универсальной травки, от которой ты выпил, тебе стало легче. Например, грудной сборной МР-4. Это не помогающий, это не лечащий, это скорее помогающий. Это то, что помогает организму справиться с проблемой. Я к растениям отношусь с подозрением немножко, особенно к иммуностимуляторам. Мне их, во-первых, нельзя, об этом меня предупредили еще 28 лет назад. Во-вторых, нежелательно вообще заниматься самолечением. Для этого у нас есть врачи, у нас есть фитотерапевты, то есть те, кто прошел специальное образование. Было бы не все так печально впоследствии, потому что результаты могут быть абсолютно непредсказуемы. И в этом вся проблема. А так, конечно, заваривать мать и мать, есть цветы сирени запросто. Только не надо это пропагандировать как средство для лечения. Это профилактика, это помощь и как не лечение. Всем пока. Пишите, что думаете по этому поводу. Я категорически супротив. фитотерапевт.